Здравствуйте! Династия Чекан сейчас насчитывает уже три поколения актеров. В их судьбе было много грустного, досадных случайностей, которые привели к трагедии. Родоначальником династии является Станислав Чекан. Родился Станислав Юлианович 2 июня 1922 года в Ростове-на-Дону. Беззаботная юность закончилась, когда Станиславу Чекану исполнилось 15 лет. Отца, обвинив в намерении отравить солдат бытность поваром, арестовали как врага народа. Вскоре за отцом в места не столь отдаленные отправилась и мать. Станислава определили в трудовую колонию, а его младшего брата в детский дом. Именно в колонии началась творческая биография Чекана. Подростка взяли в кружок самодеятельности. Им руководила бывшая театральная артистка, которая и разглядела в мальчике из Круталанта. А через два года за семью Станислава вступился Буденный, и они все воссоединились. Позже узнали, что их арест был результатом банального доноса человека, который потом заселился в их комнату в московской коммуналке, где они жили ранее. В 41-м Станислав Чекан отправился рядовым на фронт. Под Новороссийском будущий артист получил тяжелое ранение и был списан по состоянию здоровья. До конца войны Чекан скрашивал досуг фронтовиков. Его направили в передвижной военный театр. Сниматься в кинофильмах актер начал после войны. Первые роли, крошечные эпизоды в картинах, сын полка и голубые дороги. Небольшая, но яркая роль, открывшая Станиславу Чекану дверь в кинематограф, досталась в 51-м. Он перевоплотился в лихого ямщика, распевавшего запрещенные песни в драме Тарас Шевченко. С этого момента актеры охотно стали приглашать новые проекты. В 50-е он снялся в картинах «Заставы в горах», «Испытания верности», «Заре навстречу». Но наиболее яркой и удачной стала биографическая кинодрама «Борец клоуну». Станиславу Чекану досталась главная роль Ивана Поддубнова. Вкус настоящей славы актер почувствовал в конце 60-х, когда на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука», в которой ему досталась небольшая роль капитана милиции Михаила Ивановича. Появление в фильме принесло актеру всесоюзную известность. Затем последовали яркие эпизоды и второплановые роли в популярных лентах «Следствие ведут знатоки», «Война и мир», «Крах», «Приваловские миллионы». Последние проекты с участием артиста вышли в конце 80-х. Станислав Чекан сыграл капитана милиции в «Гонках по вертикали», Алексеевича в «Комедии очень важная персона» и Макара Васильевича в остросюжетной картине «Тайна золотой горы». Последний раз на съемочную площадку актер вышел в 1986-м в ленте «Трава зелена», где сыграл деда Матвея. С первой супругой артист познакомился в передвижном театре, куда его откомандировали после ранения. Тина Мазенко-Белинская, художница, работала там же. Пара прожила в бездетном гражданском браке 11 лет и рассталась. В конце 50-х актер встретился с женщиной, с которой прожил до конца дней. Нонна стала официальной женой Станислава Чекана и в 60-м году родила ему сына. Сергей Чекан пошел по стопам отца и стал актером. Последние 10 лет жизни актер болел. Сказалось фронтовое ранение. У Станислава Чекана отказали ноги. Его все меньше снимали. Он не выходил на театральные подмозки. В 94-м году Станислав Юлианович с горечью поделился с женой, что больше не хочет жить. С уходом из профессии закончился смысл существования. Летом того же года артиста не стало. Причиной смерти стал острый лейкоз, который Чекана диагностировали слишком поздно, за три недели до кончины. Похоронили актера в Москве, на Ваганьковском кладбище 13 августа 1994 года. Провожая мужа в последний путь, жена положила ему в гроб любимую книгу, стихи и поэмы Михаила Лермонтова. Его сын Сергей Чекан родился 6 июля 1960 года в Москве. С ранних лет Сергей готовился пойти по стопам отца и стать актером. Уже в 10-летнем возрасте начал сниматься. В 71-м году снялся в эпизоде фильма «Нам некогда ждать». Далее сыграл роль Митьки Курганова в детстве. В знаменитой исторической эпопее «Тени исчезают в полдень». В 86-м году сыграл главную роль в фильме «Атака». Его герой – сын генерала, лейтенант Тимофей Ермаков, Тимония, который, окончивское училище с отличием, решает самостоятельно выстраивать свою карьеру. Он выбирает глухое место в центральных каракумах. Его задача – стать настоящим офицером, поэтому молодой командир все свое время отдают учениям и тренировкам, изматывая и себя, и веренных ему солдат. Позже продолжал сниматься, играя небольшие роли. Среди его работ картины «Голова Горгоны» – сын Егора, аэропорт со служебного входа Кобзаренко, 18-летние Хрисонс Сербин, имя – капитан Жарков, 17 левых сапог – молодой Алексей Зыков, непредвиденные визиты – Николай Захаров и другие. Сергей Чекан активно занимался дублированием иностранных фильмов и сериалов. На его счету сотни озвученных фильмов. В 90-м году Сергей женился на актрисе Софьи Горшковой, с которой учился в Алгике. Зрители знают ее по ролям в фильмах «Тревоги первых птиц», «Под куполом цирка», «Проект Альфа», «Виола Тараканова в мире преступных страстей», «Мент в законе 5». У пары 5 сентября 1991 года родилась дочь Полины Чекан, которая также стала актрисой. Трагедия случилась 18 апреля 2005 года. Сергей Чекан погиб, выпав из окна 11 этажа своей квартиры. Ему было всего 44 года. Дочь Полины сейчас продолжает актерскую династию. В 2012 году она окончила Щепкинское училище, играет на сцене театра Ленком. С 2007 года снимается в кино. Сыграла небольшие роли в лентах «Адвокат 4», «Все к лучшему», «Говорить полиция», «Москва 3 вокзала». Занимается озвучиванием зарубежных фильмов. Многие из ее окружения не знают, что она внучка того самого Станислава Чекана.